Здравствуйте! Вы смотрите программу «Цена вопроса», где мы рассказываем и показываем, как можно монетизировать мечту и создать свой бизнес. Еще пять лет назад 3D-печать была чем-то непонятным и сомнительным. Однако сейчас это активно развивающаяся отрасль бизнеса с ежегодным приростом в 23%. Особым спросом пользуются 3D-фигурки людей. Их точные мини-копии, созданные посредством сканирования с натуры и послойной печати на 3D-принтере. Длина таких статуэток обычно составляет от 15 до 50 сантиметров. Современное 3D-оборудование позволяет передать все индивидуальные особенности человека, включая строение лица и тела, оттенок кожи, цвет глаз, детали одежды. Что интересно, больше денег приносят заказы, где требуется дополнительное 3D-моделирование. Похудейте меня и прикрепите крылья ангела. Или хочу свою голову на тело супермена. Итак, если вас заинтересовал этот бизнес и вы решили зарабатывать деньги на 3D-печать различных фигурок, то в этой программе вы узнаете, с чего начинать. Я не знал ничего ни про 3D-фигурки, ни про то, как они делаются. Была перерыта масса информации в интернете. Я, конечно же, походил по конкурирующим студиям, которые существовали на тот момент, и попробовал сделать свою 3D-фигурку. Посмотрел все, что можно, пообщался с ними. Вышел на поставщиков, на тех людей, которые предлагают какие-то франчайзинговые условия, с ними поговорил. И потом уже подсчитал, смогу ли я по своим финансам заняться этим видом бизнеса или не смогу. Ну и давайте в цифрах немножечко. На начале стартапа, да, сколько должен человек иметь средств для того, чтобы хотя бы начать работать? Для того, чтобы начать работать, достаточно 2 миллионов. Где-то миллион уйдет на покупку сканера, 1200-300 на покупку дополнительного оборудования, компьютеры, серверы, телефония, первичная аренда офиса. Что-то надо вложить, конечно же, в рекламу, в создание сайта тоже 1200-300. Первичный фонд оплаты труда. И для того, чтобы студия существовала, я потом, как выяснилось, в последующий год еще миллион довложу непредвиденных расходов. Офис, да, само помещение. Вот какой квадратуры должно быть? Имеет ли оно особое значение? Это должен быть какой-то проходимый бизнес-центр или должна быть производственная зона? Или как? Клиентам это важно? Офис должен располагаться в удобной доступности для клиентов. Это первое условие, да, то есть на промо-площадке на окраине города просто людям будет неудобно доехать. И стоимость офиса должна быть адекватной, то есть это понятно, что не Невский проспект и не вход с первой линии, с первой улицы. Поэтому достаточно, чтобы офис был в центре города, метров 30-40 квадратных, чтобы было удобно расположить и студию, и рабочие места. И чтобы людям было удобно добираться, как на метро, так и на автомобилях. Штатных единиц две, то есть основная производственная единица, да, это 3D-моделлер. Я искал человека по этим словам, хотя потом понял, что в большей степени нужно искать по словам 3D-художник. Уже даже не моделя, а 3D-художник, 3D-артист, такая новая специальность нового времени, 3D-скульптор современного поколения. Ну и без менеджера по продажам, сканографа, конечно же, уже не обойтись. Эту роль может выполнять кто угодно, но работы много, поэтому два человека. Один принимает заказы, общается с клиентами, другой моделирует. Немного затронем цифры, сколько приблизительно стоит вот такая модель. Я так понимаю, что они из разных размеров, да, поэтому цена варьируется. Стоимость такой фигурки для клиента от 10 тысяч рублей до 49, в зависимости от способа изготовления и от размера. Вот минимальная фигурка 18 см, которую мы рекомендуем делать, высотой чуть меньше, чем эта, это 10 тысяч рублей. Эта фигурка чуть побольше, 23 см. Чтобы понять модель самого бизнеса, из 100%, сколько приблизительно уходит на создание этой фигурки, на затратную часть и хотя бы высчитать приблизительную прибыль? Классическая схема, то есть себестоимость фигурки, учитывая фонд оплаты труда, аренда офиса и производственные материалы, это порядка 50% от стоимости фигурки. Сколько в месяц вы анализировали, вот приблизительно продаж у вас? Или это зависит от сезонности, это зависит, может быть, от праздника? Сезонности не зависит. Фигурки, как правило, это либо людьми воспринимается как фотоуслуба, либо какой-то оригинальный подарок. Фотографируются люди в течение всего года, дни рождения и юбилея тоже в течение всего года. Поэтому сезонность стабильная, есть выраженные пики, конечно же, к Новому году, к февральским праздникам. Ну, я думаю, если усреднить, то где-то 20-30 фигурок в месяц, конечно же, мы делаем. Ну, опять же, немаловажный вопрос, это поиск клиентов, потому что если не будет клиентов, да, то, собственно, для кого мы тогда это будем делать? Где вы ищите клиентов, как удерживаете? В первую очередь, конечно же, хороший интернет-ресурс, сайт. Вначале мы его сделали направлен только на Санкт-Петербург, потом расширили географию еще на Москву. Нашли ребят-партнеров, которые согласились с нами работать в Москве, у которых есть тоже такой же сканер, как у нас. Опыт, хорошее, производственное помещение. И потом сделали расширение сайта на всю Россию. То есть сейчас у нас заявлено 16 офисов. В большей степени, конечно, виртуально такая хитрость современного мира. То есть зарегистрированы адреса и телефоны по всем крупным городам России. И человек с Новосибирска, с Улан-Удэ, может позвонить в ближайшее время, попадает к нам сюда, в Санкт-Петербург, на горячую линию, как мы говорим, и получает консультацию по созданию 3D-фигурки. И если ему интересно моделирование по фотографии, то и заказ он делает тоже удаленно. Ваши основные клиенты – это кто? Семьи, бизнес какие-то люди, артисты? В большей степени, конечно же, корпоративные заказчики, которые бизнес-партнерам, руководителям дарят какой-то необычный оригинальный сувенир-подарок. Небольшая, но наша самая любимая аудитория – это те люди, которые ценят искусство создания 3D-миниатюр и обращаются к нам для того, чтобы запечатлеть своих друзей, знакомых, близких, родственников, детей в каком-то интересном оригинальном варианте под юбилей день рождения праздника. Давайте еще раз проговорим вопрос рекламы. То есть мы открыли, например, такую фирму по производству 3D-фигур. Реклама возможна только в интернете, правильно я так понимаю? Мы ищем какие-то площадки, сайты, баннеры, создаем плюс, приглашаем на свой сайт. Сразу же надо делать свой сайт, еще может быть до того, даже как появился офис, потому что индексация сайта в Яндекс и Гугле занимает какое-то время, это может 2-3 месяца быть, до этого тебя никто не найдет, не будет знать, что ты существуешь в принципе. В момент, когда бизнес активно запускается, стартует Директ и Эдвердс, это понятно, да, сразу же на следующий день могут пойти звонки им, потому что это реклама, которая стоит определенных денег, но сразу начинает работать. И не забываем в социальной сети, выставке, рассказ всем своим друзьям, знакомым о том, что в принципе такую услугу ты начинаешь оказывать, чтобы они рассказали своим друзьям, знакомым. Ну, сарафан на радио, да, еще тоже так же плюсуем. Тоже, чтобы люди все сразу не обнадеживались, что мы только запустили Директ, там сразу у нас пошли звонки, все-таки в этом бизнесе есть определенные риски, вот ваше мнение? Риски есть в любом бизнесе, и в этом в том числе. Он очень рискованный, потому что изначально я хотел открывать как конкурент стандартным фотостудиям, только делаем не плоские фотографии, а объемные статуэтки. Но оказалось, что люди, мир не воспринимают в принципе эту услугу как созвучную услуги фотостудия. Это вообще другая история оказалась. Людей, которые приходят и делают свою 3D-фигурки, это вообще минимум путем сканирования. А вот нарисовать своих родственников, друзей по фотографиям хотят все. И здесь нам пришлось подстраивать под конъюнктуру рынка. И раз люди хотят, чтобы мы рисовали по фотографиям, большинство заказов мы стали выполнять удаленно рисование таких вот фигурок просто по фотографиям, а не путем сканирования. Люди прислают набор фотографий, 10-20, чем больше, тем лучше, обозначают, как хотят, чтобы был нарисован их герой, в каком виде, в какой одежде мы отрисовываем, согласовываем, напечатаем. В начале нашего диалога вы говорили о том, что достаточно большие деньги, порядка 2 миллионов мы вкладываем в бизнес. Через какое время поступает отдача, окупаемость этого бизнеса? За какой срок происходит? Окупаемость начала появляться у меня через 2-2,5 года. Вот. Были сделаны определенные ошибки в момент старта, то есть мы стартовали как франчайзи, и это было неправильно, это были зря потрачены деньги на франшизу, нужно было открываться самостоятельно. Был запущен сайт не на той платформе, это было долго, это было дорого, не то программное обеспечение, не с той компанией был начал делать сайт, и это все замедлило, к сожалению, скорость его индексации. Только когда сайт вышел в десятку Яндекса и Гугла, когда люди начали нас находить, мы стали говорить о начале окупаемости. То есть самостоятельное начало лучше, да, чем франшиза или готовый бизнес? Ну, у меня опыт не такой большой работы по франшизе, но вот по данному бизнесу я понимаю, что да, нужно было лучше самому пойти почитать про 3D-моделирование и стартовать самостоятельно, чем платить. Какой-то пушевальный взнос в размере 40-50 тысяч, непонятно за что. Ну, и в заключение, вот ваш совет для успешного продвижения, да, такого нелегкого дела начинающим предпринимателям, чтобы вот вы рекомендовались вот все-таки так емкость, чего начинать, на чем не зацикливаться, такие ошибки не совершать. Надо в основном ценить время и понимать, что ты делаешь для того, чтобы бизнесу было хорошо, начал зарабатывать, а что ты делаешь просто для того, что тебе интересно и это не принесет никаких профитов твоему делу. Я вот точно знаю, что мне хотелось в начале старта, да, у меня стояли красивые цены, там 9-990, 15-990, и люди оплачивали услугу, да, я должен был дать сдачу 10 рублей. Естественно, все говорят, не-не-не, не надо, как бы, да, ты пытался дать. Мне хотелось создать шоколадные монетки какие-то с логотипом компании и как сувенир такой людям выдавать. Но я понимал, что от этого у меня не будет ни больше заказов, ни больше прибыли, это было бы просто баловство ради себя. Я отказался от этой идеи и правильно сделал. Да, людям было бы приятно, но я потратил бы и время, и деньги на то, что было бы не для бизнеса, а для развлечения самого себя. Бизнесом надо заниматься все-таки работой, а не развлечением. Мини-копия себя или близких сейчас в тренде. Интересно, что на несложном принтере легко напечатать даже сахарные фигурки, пирожные, конфеты, макаронные изделия. Люди любят вкусную еду, которая хорошо выглядит, а на этом сумеете неплохо заработать. Главная проблема – материалы для печати. Они довольно дорогие. Принтер со средним функционалом способен изготовить 200 граммов изделия в сутки. А как известно, оборудование на производстве – это все. Когда начинаешь свое дело, обязательно нужно понимать, что ты собираешься делать, какая среда в твоем бизнесе. Потому что существует теория Красного и Синего океана. Если ты идешь в Красном океане, где большая конкуренция, ты должен понимать, что твоя модель имеет право на жизнь, но тебе, скорее всего, придется жить на обороте. Тем самым, устанавливая небольшую ценку на свою продукцию, а если ты живешь в Голубом океане, ты можешь себе позволить поставить максимально возможную накрутку на свою продукцию, но не торопясь ждать своего покупателя. Если вы начинаете бизнес и ориентируясь на то, что вы возьмете кредиты, не начинайте этого бизнеса. Кредит – это удавка, это петля, и я считаю, что кредитоваться – это неправильно. Любой кредит вы берете чужие деньги, а отдаете свои. Вот это ключевая вещь. И если у вас есть возможность обойтись без кредитов, это, возможно, какие-то накопления, это, возможно, постепенное развитие бизнеса, идите этим путем. Это будет правильно, вы никогда не будете никому должны. Заручившись поддержкой профессиональных агрегатов, можно справиться с любой задачей и хорошо заработать. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»